На Ямале продолжают активно строить спортивные объекты. Они есть не только в городах, но и в каждом отдаленном поселении. Об этом журналистам окружных средств массовой информации сообщил исполняющий обязанности директора окружного департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов на пресс-конференции, которая также была посвящена народному бюджету. Андрей Масанов отметил, что Ямал является лидером в Российской Федерации по результатам всероссийского смотра конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы в субъекте среди регионов с численностью населения до 1 миллиона человек. Последние три года на Ямале проходит модернизация системы подготовки спортивного резерва. При этом активно развивается спортивная инфраструктура. Если говорить про инфраструктуру, всегда интересен этот вопрос. Да, это больше ведомства, конечно, департамента строительства, но у нас активно, вы знаете, продолжается строительство сооружений в автономном округе, как, скажем так, плоскостных площадок. Вы видите, что и в Салихарде, в столице, они появляются в каждом поселении, они у нас уже есть. То это и крупные сооружения, такие как Льдовые дворцы, там в Лабыднангах, Сок, Ямал-Арена, да, тот же Салихард возьмем. Вот, в этом году у нас планируется, ну, до конца года три сооружения. Это два в Лабыднангах, одно в Муравленко, хоккейный корд, как в Лабыднангах, так и в Муравленко, и еще спортивно-оздоровительный комплекс в Лабыднангах. На будущий год мы планируем также три сооружения получить. В следующем году новые современные спортивные учреждения появятся в Новом Уренгое, Надыме и Муравленко. В течение года в муниципальных образованиях Ямала проводится порядка 220 физкультурно-спортивных мероприятий. На эти цели в окружном бюджете 2018 года предусмотрено порядка 50 миллионов рублей. Еще 90 предполагается выделить на организацию участия ямальских спортсменов в выездных, всероссийских и международных соревнованиях. Продолжение следует...